Привет! А сегодня мы с бабушкой спицей приготовим вкуснейшие зразы картофельные с мясом. Разнообразьте свое меню с помощью картофельных зразов. Это блюдо можно подавать со сметаной, салатом и свежих овощей и зеленью. Оно может послужить полноценным перекусом, так как состоит из картофеля и мясного фарша. Готовится из подручных продуктов, выходит очень вкусно, сытно и аппетитно. Картофель можно отварить не очищенный, а в мундире. Вкус будет немного отличаться. Советуем приготовить данное блюдо для своей семьи, которая всегда ждет от вас чего-то новенького и вкусненького. Ингредиенты рассчитаны на 6 порций. Панировочные сухари 30 грамм. Растительное масло 150 грамм. Для теста нам необходимо мука 3 столовые ложки, картошка 350 грамм, одно яйцо, соль, перец по вкусу. Для начинки нам потребуется фарш 150 грамм, соль, перец по вкусу. Основной этап приготовления. Для картофельного теста очищаем картошку, моем ее, окунаем в кастрюлю с кипящей водой и отвариваем до готовности 30 минут. Воду сливаем, добавляем соль и толчем. Даем картофельному пюре немного остыть. Пока пюре остывает, приготовим начинку. Обжариваем на растительном масле 1 столовая ложка, измельченный лук и фарш. Добавляем соль по вкусу. Тушим при помешивании 5-7 минут на среднем огне. В остывшее пюре вбиваем яйцо и добавляем просеянную муку. Все хорошо перемешиваем вилкой, замешивая картофельное тесто. Муку больше не добавляем, чтобы не забить ею тесто. Из этого количества теста выйдет 5 больших зразов. Мокрыми руками берем примерно пятую часть теста. Формируем лепешку, на середину выкладываем начинку. Защипываем края так, чтобы начинка не просматривалась. Готовим следующие зразы. Обмакиваем заготовки в панировочных сухарях со всех сторон. На сковороде хорошо прокаливаем растительное масло. Выливаем масло столько, чтобы оно доходило до половины зразов. Делаем огонь больше среднего и выкладываем жарить зразы. У нас тесто и начинка готовы. Нужно просто дождаться появления корочки. Обжариваем с двух сторон до зарумянивания. Примерно по 1-1,5 минуте. Обжариваем все заготовки. Обжаренные зразы можно снять со сковороды и сразу выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Эти зразы вкусные в любом виде. Горячем, теплом и холодном. Вместо панировочных сухарей можно использовать муку. В мучной шубке они будут не менее вкусными. Сочная мясная начинка прекрасно сочетается с картофельным тестом. Блюдо подходит для обеда и ужина. Финальный вкус блюда будет зависеть от сорта картофеля. Попробуйте приготовить зразы картофельные с мясом по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!